В ночь на 3 августа мощнейшие взрывы прогремели в районе военного аэродрома российских оккупантов «Морозовск». Он расположен в Ростовской народной республике бывшей России. Видео с места прилетов опубликовали местные телеграм-каналы. После взрывов начался сильный пожар, а также была слышна детонация. Очевидцы писали в пабликах, что, судя по детонации, горит склад боеприпасов или цистерны с топливом. Отметим, что в Морозовске базируются истребители-бомбардировщики оккупантов, а также расположен склад управляемых авиабомб и ракет. Кроме того, сообщается о попадании в резервуары с топливом в Каменском районе Ростовской народной республики. А в Орле криворукие ПВОшники рашистов средствами РЭБ изменили траекторию полета беспилотника и направили его прямо в жилой дом. Паплотник, аняка. Стоп просто. Еще, да, еще летит на Возу. Вон она! И летит. Уезжайте. что случилось почему все это происходит ФСБ наверное является самой влиятельной структурой в России и одной из самых закрытых довольно редко узнается правда о происходящем внутри этой структуры и о том как живут люди которые эту структуру возглавляют в частности сегодня стало известно про руководителя первой службы ФСБ про ту службу которая занимается контрразведкой и по идее должна ловить шпионов выяснилось что генерал-лейтенант Владислав Менщиков который возглавляет первую службу ФСБ оказался миллиардером ведет довольно секретный бизнес по обогащению о том кто это такой господин Менщиков о том на чем он зарабатывает какое состояние сколотил поговорим с автором расследования расскажи пожалуйста для начала что это за первая служба и Менщиков который ей руководит а потом что тебе стало известно о его жизни и из фактов твоего расследования Менщиков служил еще в советское время был автором КГБ потом он долгое время был рекомендированным сотрудником в различных предприятиях нужно сказать что он долгое время возглавлял государственный концерн Алмаз-Антей это в том числе он занимается производством и вооружений и за это время в общем сколотил как выяснил инсайдер и о чем опубликовано расследование сколотил свой первоначальный капитал отдавая господряды просто фирмам своих родственников они там получали сотни миллионов рублей потом значит эти вырученные средства на сделку с госконсервом который значит возглавлял Менщиков инвестировались в коммерческую недвижимость и сейчас эта коммерческая недвижимость Менщикова записана на фирмы его дочери общая стоимость имущества около 3 миллиардов рублей надо сказать что там на паритетных основах дочь Менщикова вместе с Яном Новиковым который в настоящий момент собственно возглавляет Алмаз-Антей и на самом деле близок к Менщикову дело в том что они одногодки оба из Питера и нынешний глава Алмаз-Антей долгое время работал заместителем Менщикова но потом просто пришел на его место и теперь тоже в том числе продолжил отдавать господряды близким к Менщикову людям надо сказать что после Алмаз-Антей Менщиков еще какое-то время курировал сеть секретных бункеров Владимира Путина он возглавлял там такую службу специальных программ президента ведение которой находятся собственно эти секретные бункеры а потом стал главой первой службы ФСБ которая занимается классической контрразведкой но не знаю насколько эффективна действительно их работа судя по публичным то что есть в публичном доступе не слишком эффективно все-таки у них не удается видимо ловить настоящих шпионов иначе бы им не пришлось обменивать журналистов пополнять обменный фонд за счет журналистов они это делали и в частности Менщиков собственно стоял за делом Эвана Гершковича журналиста Острич Джорнал которого буквально прям специально арестовали чтобы обменять на киллеров ФСБ Красикова вот собственно примерная история Менщикова которая описана в расследовании инсайдера Сергей скажи пожалуйста Сергей Владислав Менщиков прости это человек который в структуре является каким-то важным персонажем потому что он довольно не публичный как я начал свою подводку с того что это закрытая структура и оттуда мало громких имен но кого-то мы знаем и кто-то постоянно на виду в прессе и в частности ты довольно часто делаешь исследования про каких-то спецслужбистов он впервые на моей памяти всплывает в каких-то таких материалах это человек который по долгу службы должен быть не публичным или в целом он какой-то ведет такой скрытный образ жизни чтобы прятать свои миллиарды как ты можешь вот с этой стороны у него посмотреть надо сказать что в принципе руководители служб ФСБ не так чтобы слишком публичны а некоторых генералов ФСБ и даже так сказать заместителей Бортникова мы даже не знаем на самом деле как они в действительности выглядят потому что даже те фотографии которые я знаю например фигурируют в качестве одного из генералов ФСБ на самом деле не его фотография то есть даже руководители ФСБ они настолько не публичны что даже никто не знает как они выглядят вот в случае с Менщикова мы знаем благодаря тому что он долгое время занимал публичный пост все-таки главы оборонного концерна но его работа собственно довольно его должность довольно влиятельная потому что первая служба она первая не только потому что так называется и просто так случилось по порядковому номеру потому что она действительно занимается ну должна заниматься тем чем собственно призвано заниматься ФСБ классическая контрразведка то есть защищать государственную безопасность выявляя враждебные значит действия разведок других стран вот так подобные службы есть практически в каждой стране мира но не каждая страна мира использует эти полномочия для того чтобы просто хватать невиновных людей публиковать дела для того чтобы просто Путин своего товарища вытащил из берлинских застенок вот и в своем расследовании много перечисляется объектов недвижимости и сотни миллионов стоимости каждой это довольно большие активы скажи пожалуйста насколько это вообще типичная история то есть мы много говорим про всевлиятельность ФСБ но вот история связана с каким-то богатством потому что был такой стереотип долгое время гуляющий о том что это вот такие искренне верующие в идею чекизма люди и деньги для них это что-то ненужное и неинтересное насколько это вообще обычная история что буквально какие-то миллиардными оборотами ворочает руководитель службы ФСБ довольно типично потому что немало расследований выходило под моим авторством про генералов ФСБ и в том числе кстати мы вместе с тобой выпускали расследование на Навальный Лайф про главу второй службы Алексея Седова который тоже оказался подпольным миллиардером так что можно сказать что не очень они бледут так скажем чекистские традиции в плане нестяжательства личного они конечно ведут образ жизни миллиардеров они по факту ими и являются и для них наверное может быть даже какое-то личное обогащение первостепенное значение имеет а если мы возьмем еще какие-нибудь службы которые занимаются экономикой ФСБ и банками, крышеванием банков то там все еще печально но уже все уже посыпалась вся эта история штукатурка давно слезла сейчас начинает проявляться истинная вот эта вот морда морда истинная информация